Малыша Начинается сотворение ребенка Движения все усиливаются Мужчине и женщине кажется, что они вот-вот взлетят Они чувствуют нечто похожее Они оба возбуждены так сильно, что все это заканчивается великолепным взрывом Все это прекрасно, но если вы не хотите все же малыша Воспользуйтесь контрацепцией Итак, мы снова в гостях Российской ассоциации планированной семьи И рядом со мной все та же очаровательная женщина Инна Леонидовна Олесина Врач-гинеколог и советник Российской ассоциации Инна Леонидовна, давайте продолжим с вами разговор В прошлый раз мы говорили о гормональных препаратах Но ведь помимо них есть и масса других контрацептивов Ну так, что бы вы выделили сами? Ну, наверное, сразу после гормональной контрацепции Следует рассказать о внутриматочных средствах, о ВМС Внутриматочная контрацепция известна очень давно Еще в древние века было описание того, что верблюдицам Вводили в матку камушки Для того, чтобы они не беременели во время перехода через пустыню Так что вот это было, можно сказать, первое внутриматочное средство Если говорить о современных контрацептивных средствах, внутриматочных То прежде всего надо сказать, что самым лучшим является спираль, которая содержит медь Потому что медь, она обладает не только хорошим противовоспалительным действием Но вот эти вот самые ионные меди, они обладают еще и контрацептивными А золото, платина? Вот очень многие женщины почему-то считают, что если золотая, спираль серебряная или платиновая Это намного лучше Это не так, потому что эти металлы инертные И они эти ионы не выделяют Поэтому у них контрацептивный эффект меньше И эффективность, естественно, ниже На них происходит намного больше беременности на фоне этих спиралей Что касается эффективности внутриматочных средств Вот современных, которые вот таким образом в матке расположены Это муляж матки, там стоит спиралька Современная Т-образная спираль с медью У нее медь находится на ножке и на плечиках Что касается их эффективности Они дают очень высокую эффективность 95-98% некоторые спирали дают эффективность То есть это, в общем-то, достаточно высокая эффективность А на здоровье никак не действует? В смысле удлинения цикла менструации? Вы знаете, что внутриматочная контрацепция Это очень хорошее средство контрацепции Но у тех женщин, кому эти спирали правильно подобраны У нас же спирали бывают разной формы Разного размера Очень важно правильно подобрать размер спирали И очень важно еще учитывать состояние здоровья женщины Что не всегда принимается во внимание Вот, например, женщины, у которых есть какие-то хронические очаги инфекции Хронический тензилит, частые ангины Или налеченные зубы, корез Или хронический пилонефрит Им лучше не вводить внутриматочную спираль Потому что это все-таки народное тело И если женщине, у которой есть какой-то очаг инфекции Вести спираль То может быть почти всегда Почти мы гарантированы Что у нее будет воспалительный процесс Посты матки Удлинятся менструации Станут более обильными, болезненными Увеличится кровопотеря и анемия Возраст, в общем, здесь не столько имеет значение Возраст, сколько рожала женщина или нет Потому что если женщина не рожала То спираль лучше не вводить Я не хочу сказать, что это категорически запрещено Нет Но методом предпочтения Если так можно врать, то лучше Все-таки этим женщинам, если возможно, не рожавшим Значать другие методы контрацепции Презервативы, таблеточки Клупачки, в общем, неплохое средство Но тут, помимо того, что не всегда их можно купить Вот на Западе к ним еще дают такие коробочки Чтобы в сумочке лежала, как будто это пудреница А тут обычная диафрагма или колпачок Сложность в том, что этот метод контрацепции Надо обязательно использовать со спермицидами То есть со специальными кремами, мазями, пастами Которые увеличивают эффективность Вот этого средства контрацепции, колпачка За счет того, что они убивают сперматозоиды Да, но зато женщина может сама его вводить Да, вот тут у нас на маляже показано Можно посмотреть, крупнее показать Значит, это муляж половых органов Вот как расположена во влагалище Как расположена диафрагма Если женщину научить правильно вводить Она может сама вводить эту диафрагму И пользоваться Затем существуют еще различные свечи контрацептивные Которые вводятся тоже во влагалище Перед началом полового акта Очень многие вот эти свечи В чем их преимущество Обладает не только контрацептивным эффектом Но и санирующим То есть предохраняет Является профилактикой Каких-то воспалительных заболеваний Эти и есть свечи у нас все-таки? Таких свечей, к сожалению, нет В нашем центре такие вещи есть Это Соснова 11 Да, Соснова 11 Но я смотрю, у вас еще и презервативы Здесь лежат На презервативах я хотела бы остановиться Особенно, потому что На Западе сейчас этот метаконтрацепций Все более и более популярен Потому что очень большая проблема со СПИДом И эти презервативы Они очень симпатично их упаковывают Как леденец Вы знаете для чего? Для того, чтобы подростки не комплексовали Они живут, рано начинают половую жизнь И, в общем-то, очень часто меняют половых партнеров Это ведет к тому, что часто инфицирование идет Поэтому, чтобы хотя бы в этом плане себя оберечь Но они не думают о будущем Да, надо использовать презервативы Я призываю, так сказать, к этому Проблемы контрацепции Вот в развитых странах Большинство супружеских пар вместе приходят К специалисту по планированию семьи Для того, чтобы вместе подобрать метод контрацепции И так назовем еще раз ваш адрес Да, и я хочу обратиться к нашим зрителям Что если вы хотите, чтобы вам правильно Подобрали, индивидуально подобрали метод контрацепции Если вы хотите решить какие-то свои Сексуальные или психологические проблемы Если у вас подрастают ребята, которым там 13, 14, 15 лет Вы их тоже можете прислать в наш центр Обращайтесь в наш центр Его адрес Сосновый, дом 11 Телефон 190-51-41 А какая вывеска там? Медико-педагогический центр Российской ассоциации планирования семьи Спасибо